МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А его имя навечно занесено в список сотрудников МВД. Здравствуйте! В эфире программа «Итоги недели», в которой мы напомним о главных событиях уходящих рабочих дней. Нашим гостем сегодня будет военный комиссар Северо-Инисейского района Андрей Пашков. Тема разговора – подведение итогов призывной кампании 2019 года, о возможности поступления в военные учебные заведения и многое другое. В студии для вас работает Лариса Пустакашина. Вернемся в студию через несколько минут. Сначала коротко о событиях Отечественной войны в нашей постоянной рубрике «Хроники войны». 30 января 1945 года войска Белорусского фронта продолжали успешное наступление в Германии. Одновременно с этим войска Украинского фронта вышли к реке Одер и вели наступление в Чехословакии. 31 января, в 1320 день войны, правительства СССР и Финляндии подписали соглашение о снабжении Финляндии из СССР продуктами продовольствия в обмен на стратегическое сырье. По всем направлениям фронтов советские войска выполняли задачу, поставленную перед ними Верховным Главнокомандованием, и продолжали успешное наступление. 2 февраля 1943 года произошло, пожалуй, одно из самых важных и значимых событий в Великой Отечественной войне. Мы переломили хребет вот той самой страшной гидре, которая вторглась в 1941 году и топтала наши земли, уничтожала наши города. Еще накануне, в 1942 году, был принят тяжелый приказ Сталина «Ни шагу назад». Это он должен был остановить отступление наших войск. Ведь до 1942 года мы отступали. Горько, тяжело, но отступали. Копили силы, собирались с духом и ударили. Ударили так, что начиная со 2 февраля 1943 года мы, совершив коренной перелом в Великой Отечественной войне, победно дойдем до Берлина. Это не близкий путь, но 1943 год – это начало этому пути. Приказ «Ни шагу назад» тяжелый приказ, но он позволил отстоять нам Сталинград. Волга. Гитлер в 1941 году в плане Барбаросса предусмотрел выход на линию Архангельск-Астрахань за три месяца. А город Сталинград предполагалось взять только за одну неделю. Его планам не суждено было сбыться. Если Ленинград стоял насмерть целым городом, то в Сталинграде насмерть стоял каждый дом, каждая улица, каждое окно стреляло в фашистов, которые в город все-таки вошли. Но хозяйничать там не смогли. Как не старались закрепиться на берегах Волги, но не смогли. Сталин не мог позволить, чтобы город, носящий его имя, был взят. Прямо сейчас о главных событиях недели напомним в нашем небольшом обзорном материале. В начале недели состояло заседание 56-й очередной сессии Северо-Енисейского районного совета депутата 5-го созыва. В повестку дня заседания было включено 6 вопросов. В работе сессии приняло участие 16 депутатов районного совета. Все вопросы приняты единогласно. Подробнее об этом можно прочитать в газете «Северо-Енисейский вестник». Основанием для проведения рейда «Выездной день» является закон Красноярского края о защите прав ребенка. В нем четко прописаны часы наступления комендантского часа для несовершеннолетних, которым не исполнилось 16 лет. В зимнее время с 1 октября по 30 апреля разрешено нахождение на улице без сопровождения взрослых до 22.00. Проведенное рейдовое мероприятие обошлось без обнаружения нарушителей, составления протоколов и наложения административных наказаний. Завершающим событием в череде мероприятий, проводимых в память о блокадном Ленинграде, стал большой расширенный классный час в первой школе с приглашением почетных гостей. Учащиеся вспоминали не только о трудовых подвигах ленинградцев, маленькой пайке хлеба, которую растягивали на весь день, а то и больше, но и о концертах, спектаклях, которые проходили в осажденном городе. Говорили обо всем, о чем забывать нельзя. Сегодня гость нашей студии, военный комиссар Северонесейского района Андрей Пашков. Андрей Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и первое, я так понимаю, самое главное сегодня это подведение итогов прошедшего призыва. У нас в Северонесейске, как всегда, призыв пришел организованно, четко, недоставали. Были проблемы с врачами, но недостающие врачи и специалисты были направлены нам с городских медицинских учреждений, поэтому все ребята прошли медицинское свидетельствование своевременно. Все, кто необходимо, получил отсрочки, кто не имел права на отсрочки, те пошли служить в армию. Ряды вооруженных сил у нас пополнили 16 человек. Медотводов не было ни у кого? Конечно же, были. Были отсрочки у нас, были освобождения по состоянию здоровья, это были и временно негодные, и те, кто был вообще освобожден от воинской обязанности. Все это, конечно, было как всегда. Поэтому в целом все прошло организованно и четко. Сам лично увозил первую команду на краевой сборный пункт, и практически благодаря хорошим отношениям нашего главы района с военным комиссаром Красноярского края, наши ребята все практически ушли по желанию. Кто куда хотел. Это здорово. Да, практически по каждому ходил, договаривался, что так, ты куда хочешь туда, значит туда. Естественно, что не всем это так удалось, потому что мало ли, у кого-то была соответствующая специальность, у кого-то была форма допустения, составляющая государственную тайну, поэтому тут уже не принималось в учет его желания, а там, где уже данный специалист шли ребят служить. Ну и по итогу, конечно же, не без ложки дегтя, у нас 4 человека не явились по повесткам, хотя они их установлено порядком получили. На них документы переданы на Следственный комитет, сейчас Следственный комитет проводит проверку, и рассматривается вопрос о вбуждении уголовных дел по этим ребятам. 5 человек мы не смогли оповестить, проводим по ним необходимые мероприятия разы сны. Вот такие итоги у нас призывы. Андрей Иванович, сразу же, следующий вопрос. Все ли вернулись те, кто уходили в прошлом году? Нет. В позапрошлом уже, получается, году. На сегодняшний день еще не все вернулись, но это, может быть, причина, насколько я знаю, один человек остался по контракту точно служить, один человек уехал в другой район просто жить, поэтому, соответственно, к нам не приехал. Но по остальным еще, сейчас уточняемся, должны были, по идее, вернуться. И, Андрей Геннадьевич, задачи на сегодня, потому что с подведением итогов прошедшего призыва у вас явно работа не заканчивается, наоборот, только начинается. Да. Как бы... На сегодняшний день, конечно же, у нас это первая задача, это первоначальная постановка граждан на воинский учет. В этом году мы ставим на первоначальный воинский учет ребят 2003 года рождения. Вот, сводный список у нас включено 66 человек, реально будем ставить где-то порядка 40 человек. Сейчас уже ребята у нас на этой неделе прошли, сдали анализы необходимые, на следующей неделе, вторник-среда, проходит медицинское освидетельствование. Это какой возраст уже получается? Это 2003 год рождения тем, кому в этом году исполняется 17 лет. Нет, независимо исполнилось 17 лет или нет, все, всех мы в феврале ставим на воинский учет. То есть они проходят медицинское освидетельствование, приходят на заседание комиссии и принимаются решения, все, поставить на воинский учет. С этого момента гражданин является уже военно обязанным. Ему выдается его первый документ воинского учета, это приписное удостоверение. Ну, или как это раньше называлось приписное, правильно называется, удостоверение гражданина подлежащего призыва. Все, с этого момента военно обязанное. Андрей Геннадьевич, и сразу вот такой вопрос. А вот смотрите, какая-то есть возможность у военных, ну, как я не знаю, военного комиссариата нашего, да, вот допустим, ребятишек отправить куда-то на учебу. Ну, то есть получить высшее образование, какое-то среднее образование. Есть ли у вас какие-то вот такие вот, как сказать? Ну, да, это одно из направлений нашей работы. Сейчас мы проводим профориентацию, агитацию ребят на поступление в высшие военно-учебные заведения. У высших военных учебных заведений есть ряд преимуществ все равно перед гражданскими. Это и полное государственное обеспечение курсантов, и обязательно трудоустройство, и повышенное денежное довольствие больше, чем у студентов. Ну, это все подробнее желающие могут нас узнать. Поэтому такую работу мы ведем. Самое главное, что для этого нужно, я так понимаю, желание, да? Для этого, конечно, в первую очередь желание. Если есть желание связать свою жизнь в дальнейшем с вооруженными силами. Сразу получить образование должное. А в армию нужно будет идти, или это уже будет считаться как... Это уже армия есть. То есть можно уже в армию не идти, поступив в ВУЗ. Срочную службу уже человек этот не проходит. Срочную службу, да. То есть поступив в ВУЗ, он себе открывает совершенно иной мир. Ну, есть маленький нюанс. Значит, молодой человек, поступая в высшее военноучебное заведение, зачисляется курсантом. Служба начинается, у него сразу же с 1 августа года поступления, начинается военная служба. Но в военном училище он должен отучиться 2 года, прослужить 2 года. Только в этом случае срочная служба ему зачитается как засрочную службу. Вот. Если он отучится всего лишь 1 год... Из ГАСТОВ, я переговорила. Да, и будет отчислен по различным основаниям. То он, как студент, не отчисляется, ему выдают документы, и он едет домой. Курсант отчисляется, ему выдаются документы и предписания. Явиться в воинскую часть для дальнейшего прохождения службы. Да. И там уже дослуживает он еще полгода. Сколько как бы ему уже по сроку там остается. Да, уже пропорционально. Поэтому 1 год военного училища, это считается как за полгода военной службы. То есть... Срочной службы. Здесь обязательно нужно хорошо подумать и решительно настроиться положительно, да? Ну и да, ребята, которые хотят поступить, приходят к нам, проходит медицинское освидетельствование, проходит профессионал-психологический отбор. Мы формируем личное дело. Это личное дело направляем в высшее военноучебное заведение. Высшее военноучебное заведение присылает вызов, и мы по этому вызову уже выписываем предписание и направляем человека для поступления в высшее военноучебное заведение. На сегодняшний день у нас уже желающие есть. Один молодой человек хочет поступать в Краснодарское летное училище. Ого, зато там тепло. Тепло и интересно. Всегда все хотели стать летчиками. Сейчас как-то поменьше. И один человек в Санкт-Петербургскую военно-медицинскую академию. Тоже достойный профессии, специальности. Вы знаете, неплохие направления. Санкт-Петербург, Краснодар. Тут главное попробовать, это же даже это, стремиться, поставить цель и достигать ее. Ну, даже если они отучились, да, получается, и если что-то не пошло, ничего же страшного, это же образование все равно остается с ними. И при условии того, что, допустим, все три года или четыре там отучился, тоже получается, что военную службу срочную прошел. Правильно? Вообще обучение 5 лет, да, засчитывается за срочно. Я примерно. Да, образование, диплом выдается гражданского образца, потому что, конечно же, это очень хороший способ получить образование. Андрей Геннадьевич, еще вот такой вопрос. Военная служба по контракту, все-таки вот насколько сейчас охотно, наверное, продолжает? Вот вы уже сказали, да, что один остался уже по контракту служить у нас. И вообще, как это можно сделать? А можно вот с перерывом в год, например, отслужил, поработал и решил, что ты хочешь по контракту? Можно ли так сделать? Да, многим ребятам я, наоборот, так и рекомендую. Советуете, да? Вы сначала срочную службу пройдите. Понравилось? Ну, хорошо. Ваша, значит, оставайтесь. А так приедете домой, подумайте. Разветритесь. Да, да, все, взвешивайте уже. И мы всегда пойдем на встречу, поможем выбрать род войск, воинскую часть и направить для прохождения военной службы по контракту. Это еще одно из направлений нашей работы. А еще такой вопрос можно? Просто меня понесло, я так понимаю. Вот если отслужили срочную службу в армии, да, пришли и захотели уже в высшее военное учебное заведение поступить, вы тоже им поможете в этом случае? Да. И таких ребят мы тоже отправляем для поступления в высшее военное учебное заведение. Ну, здесь уже они, я так понимаю, что осознанно к этому шагу должны подойти, потому что они уже побывали в армии, посмотрели и плюс. Да. Ну, скажу то, что один из кандидатов, но он еще не дошел, у нас тоже есть, он отслужил в армии, вот сейчас пришел, говорит, буду поступать. И вот сейчас я его тоже жду, он должен приехать, и как раз после армии будет поступать в высшее учебное заведение. Ну, и по контракту нужно еще сказать, что ребята, которые имеют высшее образование и среднее профессиональное образование, и не проходили срочную службу, они могут заменить срочную военную службу, службу по контракту. А, тоже такой вариант есть, да? Да. То есть, да, они приходят до призыва, пишут заявление прошлое, направят для прохождения военной службы по контракту, все, и мы отправляем по контракту вместо срочной службы. Угу. Андрей Геннадьевич, я не могу вам не задать такой вопрос, 75-летие победы в Великой Отечественной войне приближается, все очень хотят переписать нашу историю за нас, но вот все-таки, как вы считаете, как сохранить нашу память неприкосновенность, что нам нужно сделать для того, чтобы наши потомки все-таки знали свою историю, любили и ценили ее? Что нужно сделать? Ну, тут очень большой такой глобальный вопрос. Ну, если в двух словах, я все-таки думаю, что, чтобы не переписывалась наша история, наше государство должно быть сильным и на политической арене иметь свой вес, а для этого должны быть сильные вооруженные силы, как минимум, рассекречивать какие-то информации, больше публиковать эту информацию. Чтобы все знали. Чтобы все знали правду. И основываться не на том, что кто-то сказал, а на документах. На реальных фактах. На реальных фактах, реальные документы исторические, на которых, ну... Черным по белому написано. Черным по белому написано. Что Советский Союз победил во Второй мировой войне. Да. Андрей Геннадьевич, спасибо большое. Ну, я так думаю, мы еще с вами обязательно встретимся. Конечно, тоже. До свидания. До свидания. С 30 января 50 лет совместной жизни отметила семья Глазыриных. Золотых юбиляров поздравляли председатель районного совета и глава администрации городского поселка Северо-Инисейский. Подробности прямо сейчас. Надежда Павловна и Ефим Иванович Глазырины в день юбилея совместной жизни встречают гостей с горячим караваем на руках и благодарно принимают дорогие сердцу поздравления и подарки. Глава администрации городского поселка Северо-Инисейский Нина Тифанова и председатель районного совета депутатов Татьяна Калинина выразили свое почтение виновникам торжества, отметили их трудолюбие и жизнерадостность. По такому случаю Нина Юрьевна и Татьяна Лукьяновна, как представители районной власти, пришли не с пустыми руками и подарили юбилярам ценный подарок – мото-культиватор, который станет хорошим помощником для любителей сельскохозяйственного ремесла. Ведь Надежда и Ефим Глазырины уже многие годы содержат свой собственный огород. С 50-летним юбилеем свадьбы семью Глазыриных также поздравили губернатор Красноярского края и председатель законодательного собрания края, что, несомненно, является приятным знаком внимания со стороны властей. За праздничным столом в окружении родных и близких Надежда Павловна и Ефим Иванович с удовольствием рассказывают о своей насыщенной и интересной жизни, вспоминают, сколько всего выпало на их долю, и, несмотря на все жизненные сложности, им удалось сохранить брак, воспитать пятерых детей и прожить эти годы в любви и понимании. Для каждого ребенка самый долгожданный день в году – это, конечно, день его рождения. Малыши в ожидании чудес и подарков весь год стараются вести себя хорошо, слушаться маму и папу и всем своим сердцем верят, что заветное желание обязательно исполнится. И, как оказалось, детские мечты юных жителей Северонисейского района исполняет не только знаменитый Дед Мороз, но и сотрудники госавтоинспекции. Подробности смотрите в сюжете далее. Новая акция «Особый день», которую придумали инспекторы отделения ГИБДД Северонисейского района, создана для самых маленьких жителей территории. Сотрудники госавтоинспекции по мере своих возможностей готовы исполнить желание ребенка и провести с ним его день рождения. Первым счастливчиком стал будущий первоклассник Николай Лыткин, а компанию ему составил его младший брат Матвей Капралов. Коля, как и многие мальчишки в его возрасте, мечтал лично посидеть в салоне нового патрульного автомобиля, почувствовать себя супергероем или, может быть, отважным полицейским. Ребята познакомились с дежурным нарядом дорожно-патрульной службы и внимательно изучили, как устроен служебный автомобиль. Инспекторы ГИБДД с удовольствием рассказали мальчишкам о ремнях безопасности, напомнили о правилах дорожного движения, специально для них включили спецсигналы и, к тому же, еще и подарили игрушечные полицейские машинки. И, возможно, именно этот день рождения станет для Коли самым лучшим и запоминающимся днем на ближайший год. Что вы пожелаете наряду дорожно-патрульной службы? Я ему пожелаю, чтобы он купил себе у вас патруль от GMC, еще GMC 911 и еще Lexus 911. Мне понравился очень подарок и мне понравился очень ДПС. А еще мне понравился, когда машинка была из технопарка. Сотрудники госавтоинспекции Северо-Анисейского района надеются, что данная акция станет еще одной доброй традицией. И если в ваших семьях есть детки, которые, так же, как и Николай Лыткин, мечтают встретиться с полицейскими и побывать в настоящем автомобиле ДПС, обращайтесь в отделение ГИБДД и желание вашего ребенка исполнится. В понедельник 27 января в России отмечали памятную дату. 76 лет назад прекратилась блокада города Ленинграда, длившиеся почти 900 дней. Коллектив педагогов и учеников Северо-Анисейской средней школы номер 2 в память о тех, кто выжил и погиб в осажденном городе, провели тематическое мероприятие «Память сердца. Блокадный Ленинград». В своих выступлениях дети и педагоги говорили о тяжелом военном времени, о страшных событиях, которые пришлось пережить нашим соотечественникам. Об этом более подробно прямо сейчас. А я на этом с вами прощаюсь. Приятных вам выходных. Подготовка к патриотическому мероприятию во второй средней школе номер 2 начиналась задолго до назначенной даты проведения. Пока ученики и педагоги репетируют свои выступления в актовом зале и вносят завершающие штрихи в оформление тематической выставки, повара школьной столовой Нина Дмитриева и Валентина Преснякова заготавливают все необходимое для выпечки хлеба по рецепту военных лет. Решение об участии в акции «Блокадный хлеб» принимали коллективно и единогласно. Ингредиенты на вид самые простые, но, как оказалось, некоторые из них в сложной доступности. Нина Александровна потратила много сил и времени, чтобы найти в магазинах райцентра ржаную муку. Валентина Яковлевна использует особые добавки, вкладывает всю свою душу и любовь к родине в приготовление каждой буханки «Блокадного хлеба». Могли страну оставить без еды. Но самое главное, чтобы эту страну хотя бы накормить хлебом, солдат, воином. Блокадный Ленинград был. Это было тяжело. Страна жила на вышивании. И поэтому сажали рожь. Это, конечно, не настолько вкусный хлеб, но он был, хотя бы чем покормить, 25 грамм. Это играли большую роль в жизни людей. И поэтому сажали рожь. Рожь всегда давала урожай. Она более морозовоустойчивая, к дождям не такая восприимчивая. Поэтому рожь очень хорошо в военное время выручила наших солдат, людей. Все, кто были в тылу, они старались как-то накормить, что-то сделать для воинов, для наших. И поэтому всегда голова была – это хлеб. Потому что овощи транспортировать было невозможно. Если даже и был картофель, или тыквы, или что-то, его невозможно было транспортировать, невозможно было отправить на фронт. И только популярностью, и только сытным был это хлеб. Ну, хлеб делали ржаной муки и с отрубей. Вот у нас ржаная мука и отруби есть. Вот мы перекрутили, дрожжей не было. Делали хлеб без дрожжей. По рассказам моей бабушки, чтобы сделать закваску, это тоже емкая работа. Нужно рожь сначала прорастить. Прорастить ее, чтобы были зелененькие уже побеги. Потом они ее стекли сечкой. Мясорубок тоже не было. Они ее стекли сечкой. Потом заливали тепленькой водичкой и ставили на русскую печку, чтобы она бродила. Это проходит время, когда начинает бродить. Они откладывали столовую ложку в стакан, чтобы на следующий день опять завести хлеб. И так продолжалось постоянно. Завели хлеб, закваску отставили на следующий день. Завели хлеб. Получается хлеб, когда они заводили бока, отшкрябывали ножом или лопаткой деревянной, закладывали туда закваску, опять заливали водой и опять ложили на печку. И так получается каждый день, каждый день. Были страшные времена. Мои родители были живые в это время, то есть уже родились и многое рассказывали про то время. Блокадный хлеб для каждого из нас – это то, что мы не пережили, к сожалению. Только прикоснувшись к истории по книгам, по фильмам, по таким мероприятиям, можно представить себе, только представить, что это было. И на долю Красноярского края выпала удивительная миссия. Это один из тех регионов, который принимал блокадных детей, в первую очередь. Ну и люди, которые смогли быть эвакуированы из Ленинграда по той же дороге жизни. Поэтому эта акция для нас не что-то новое или непонятное. Мы связаны с блокадным Ленинградом тем, что эти дети здесь нашли своих вторых мам, заботу, уют, и в сибирские морозы их согревали. Сибирские женщины своим теплом. Поэтому замечательно, что есть такая акция, и что мы можем к ней присоединиться хотя бы через вот такие мероприятия. Ведущие тематического мероприятия «Память сердца. Блокадный Ленинград» ученики и учителя рассказывают о жизни блокадного города, читают стихи о войне, поют песни об искалеченном войной детстве. В зале царит полная тишина. Зрители настолько прониклись атмосферой и сценическим действием, что после завершения мероприятия никто из присутствующих не решается встать с места. Все находятся под впечатлением. Трудно передать словами ту атмосферу, в которую погрузились зрители, на лицах которых застыла горечь и сострадание. Сдерживать слезы и эмоции было просто невозможно. В День памяти все как один говорили о том, как это важно помнить о героическом подвиге наших предков, о тех, кто погиб за то, чтобы мы с вами жили. Весь цикл мероприятий, который у нас пройдет в годовщине Великой Отечественной войны к 75-летию, конечно, нацелено самое главное на то, чтобы дети сохранили и чтили ту память. Это очень важно. И, конечно, хотелось бы сказать, что подвиг ленинградцев, это, конечно, тот момент, когда переломилась война. И не говорить о нем мы не можем. И воспитывать в детях ту гордость за нашу родину, за наш народ обязательно нужно. И целесообразно мы посчитали сделать такое мероприятие как раз вот с 18 по 27 января, когда снята была блокада Ленинграда. И здесь детям, я думаю, мы вложили этим мероприятием, этим уроком все то, как надо ценить хлеб, что он раньше и сейчас, каких трудов стоит для того, чтобы этот хлеб сделать. И в то время он был более ценен, конечно же. Здесь очень сложно эмоции передать словами, потому что, мне кажется, эти эмоции, они одинаковы у всех. Скорбим, помним. Очень важно помнить. Очень важно помнить и чтить, потому что, как сказал в свое время Ломоносов, страна, у которой нет прошлого, не будет будущего. Поэтому для нас, самих взрослых, очень важно хранить эту память. А самое главное – показать нашим детям, научить наших детей, подвести наших детей к тому, чтобы у них была осознанность, для чего нужно хранить эту память. Память о тех старашних годах, память о тех людях, великих людях, солдатах, дружниках, детях, которые пережили это. Я считаю, что, конечно же, это очень важно. Эмоции, которые мы переживаем, мы их переживаем не только во время мероприятий. Сегодня мы показали на мероприятии частичку истории. Частичку. Эти переживания, они уже происходят во время репетиции, во время обсуждений, на переменах, в учительской, в столовой. Один вспомнил, как его бабушка рассказывала, как они пекли лепешки из лебеды. Кто-то вспомнил, как другая прабабушка, допустим, рассказывала, как они выживали, когда в семье было 13 детей, а после войны осталась она одна. И таких воспоминаний очень много. И когда ты их слушаешь, очень важно понимать, что эти люди, они прожили не зря. Не зря. И самое главное, передать это детям, и передать им правильно. Правильно для того, чтобы это уважение, эта память, она у них была в сердце всегда. Но самое главное, чтобы, не дай Бог, чтобы такие события повторились. Я надеюсь, что в России всегда будет мир. Будем надеяться на это. В завершении мероприятия, почти в минутой молчания, память погибших солдат и мирных жителей в годы Великой Отечественной войны не нарушает тишину. Зрителей угощают блокадным хлебом, приготовленным не с чужеродными примесями, а бережно, с теплотой материнских сердец и слезами сострадания к своему народу. И, к сожалению, ни один объектив фото или видеокамеры не способен передать те мысли и эмоции, которые посетили в эту минуту всех присутствующих. Каждый из них, держа в дрожащих руках кусочек трагического прошлого своей страны, молча покидает зрительный зал. Яна Клюева, Александр Еськин, Северо-Анисейская информационная служба. Северо-Анисейская информационная служба.